Итак, дорогие друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Я рад вас приветствовать. Время летит быстро. Не устану повторять. Сегодня у нас несколько своеобразный вебинар. Я сегодня как бы двустаночник, поэтому вы уж меня простите, я тут буду крутиться, может быть, головой. У меня передо мной стоит маленький компьютер и большой достаточно экран. Мой рабочий экран. Не удалось ничего, ну, как бы, соответствующий equipment поставить или оборудование дополнительное. Ну, попробуем. Сегодня такой апробация. В контактах идет трансляция или в контакте. Это в масс-медиа и, естественно, в нашем любимом Мерополисе. Таким образом, все, что касается площадки ВКонтакте, задавайте вопросы. В конце я вебинара вам на них отвечу. И, естественно, здесь у нас могут быть вопросы. Я тоже отвечу в конце вебинара. Так что пойдемте дальше. Дайте мне обратную связь, как мне слышно в Мерополисе. Спасибо. Спасибо, друзья. Запись я уже запустил. Двумя левой и правой рукой не могу еще пока двигать. Но, похоже, что мои навыки, которые я получил, играя в ручной мяч и доигравшись до кандидата в мастера спорта в то время еще, играть надо было левой и правой рукой. Поэтому я и картошку чистил, и носки штопал. Тренер это нам заставлял делать. Но подзабыл слегка. Ничего. Исправлюсь. Итак, давайте, значит, пойдем с вами дальше. Что сегодня хотелось бы вам рассказать. Я не устану повторять, что очень важно всегда помнить, что мы за землю сегодня в ответе, скажут спасибо, завтра нам дети. Это, казалось бы, такая фраза, которая стандартная в какой-то степени. Но, вы знаете, все больше и больше она начинает еще больше актуализироваться. Эта вывеска или этот плакат, или этот стенд стоит в Минске на проспекте победителей. Победители, по-моему, да. Вот. И в нем очень глубокий смысл. И наш проект тоже касается этого же самого дела. Поэтому каждый сам оценивает, как он за землю сегодня в ответе. Наш проект, участие в нашем проекте, это есть тоже ответ на этот вопрос. И, вернее, это наш вклад каждого из нас в этот вопрос или в эту тему. О чем мы сегодня будем говорить? Вопросы на сегодняшний вебинар. Это заключение и соображение по различным вопросам. процессы, связанные со Скайвей или с Скайвей. Об обучении и что планируется, что делается сегодня. Это уже звучало, но контекст немножко как бы более расширенный или более углубленный. Потому что были вопросы. Я считаю, что необходимо еще основательным людям объяснить. Потому что даже уже инвесторы уровня экспертов, даже топ-экспертов, не постесняясь этого слова сказать, спрашивают, берут за пуговицы и спрашивают, что такое адресный проект. Или расскажи, ну расскажи, чтобы понять, что это такое. Или, а зачем обучение? Ведь 15 этапов заканчивается, а дальше что? И так далее. Поэтому об этом надо говорить. И повторение там от учения. IPO, ICO, действия и последовательности. Многих это очень интересует, потому что, ну скажем так, выхлоп или результат нашего проекта, он начнет ощущаться через кошелек, не только через действия, которыми мы сейчас занимаемся. Получая от этого большое удовольствие, мы за землю сегодня в ответе. Но материальная сторона дела, ну она, скажем так, стоит далеко не на последнем, если не сказать, что на первом месте. Зачастую, потому что все остальное начинается после того, когда наши физические, тварные потребности, если так можно сказать, удовлетворены. А их можно удовлетворить в первую очередь за счет материальных средств. Поэтому, естественно, но всегда надо соблюдать определенный баланс. Таким образом, это тоже очень важно. Адресные проекты, что это такое и так далее. То есть, вот в этих четырех пунктах я постараюсь вам сегодня разъяснить все, что я могу вам доложить, дорогие друзья. Итак, заключение соображения... А, стоп. Еще до того, как я начну большие писанины вам показывать. Естественно, дорогие друзья, информация или новость, это очень важно. Поэтому, как вы видели, заставка была в самом начале. Я сейчас эту заставку пущу, видео пущу в ВКонтакте. Вы все увидите, только я не знаю, значит, я сейчас не в курсе ВКонтакте, они меня слышат или нет. Я это видео сейчас уберу снова. Так. Сейчас, одну минуточку. Я в ВКонтакте покажу это видео, если вы не видели, в личном кабинете Skyway Capital вы можете выйти, или в Vimeo вы можете выйти на этот информационный блок. Это видеоролик с, ну, как бы, скомпонованный по материалам обучения, которое прошло в Краснодаре. Значит, что очень важно по этому поводу сказать. Там у нас прошло очень такое продуктивное целый день. Мы работали совещание правления Skyway Capital продуктивно, очень продуктивно, с утра практически до вечера, потому что мы редко имеем такую шикарную возможность лицом к лицу встречаться и разговаривать. Мы очень много дистанционно работаем. И благодаря этому было разработано одно предложение, о котором уже успел Сергей Сибиряков промолвиться на вчерашнем, если я не ошибаюсь, вебинаре. Вот. Значит, что разработана концепция. Сам пакет еще до конца не разработан, он требует определенных программных решений. Но так называемый комбинированный пакет, который учтет интересы и, скажем, будет интересен, как для инвестирования в основную технологию Skyway, то есть то, что мы делаем уже не первый год. Вот. Это очень важно. Мы начали этот процесс, его надо интенсивно и динамично вести дальше. Но второе, что очень важно, у многих интерес к подготовке и выходу на решение определенное, значит, ну, скажем так, участие в блокчейн-технологии и крипторешениях, различных криптопредложениях, которые будут. Поэтому продумали мы это дело и будет сделано соответствующее предложение. Я не имею, скажем, права сейчас ни полслова больше говорить вам, вот, чтобы не запутать и не возбудить, возбудить массу различных дискуссий, которые, некомпетентных дискуссий, когда будет все готово, вам будет сообщено. Ну, срок зависит от того, какой вердикт сегодня вынесут программисты, вот, инфоспециалисты, потому что там нужны определенные настройки провести в серверах. Вот. Чтобы это можно было делать дальше. Но я уверяю вас, что это достаточно интересное, на мой взгляд, очень интересное решение. Это важно тоже. Теперь, что по обучению. По обучению, на мой взгляд, очень важно сейчас здесь зафиксировать, дорогие друзья, то, что обучение показало большой интерес, большие способности у наших активных лидеров, партнеров, вот, и показало их готовность идти дальше. Это возможность, поэтому там были заданы вопросы в кулуарах, что, ну, ладно, обучаться всегда интересно, что это даст, зачем мы это делаем, кроме того, чтобы обучаться, и как это нам пригодится в нашей деятельности. Были даны ответы. Но здесь я могу сказать одно, что вы понимаете, обучение к построению команд, личностного роста, и обучение команд, и построение команд, ведение командной работы, это очень важно для тех, кто уже имеет определенные сети, кто настроены на построение своих сетей, создание лидерской команды, и кто видит в этом свой бизнес. Но видеть этот бизнес имеет смысл, потому что впереди основное. Пока у нас с вами один проект. Всем надо понимать, что наша деятельность, она не продукта настроена, она проекта настроена. То есть мы имеем проект, мы его инвестируем или кредитуем, получаем залог акций или доли, называйте их как хотите, и таким образом продвигаем этот проект. Но в дальнейшем у нас будет очень много различных проектов, мы ждем, когда это наступит, но все в свое время. И поэтому каждый проект потребует свое вложение именно от сети, от команд, которые смогут это делать. Причем еще очень интересные моменты есть, все больше и больше будет входить такой критерий, не персонального, а, скажем так, общего или коллективного инвестора. Потому что проекты начинают, скажем, чтобы конкурировать с существующими уже игроками на международных инвестиционных рынках, нужно уже объединяться в коллективы. Это тоже очень важно, и это тоже потребует определенную работу, определенную подготовку и так далее. И об этом тоже сегодня будем говорить. Но вот эти обучения, они сейчас показывают, откатываются или, скажем, отладка происходит системы командного обучения, благодаря тому, что нам удалось сделать определенное соглашение со студией Галата. Это Юрий Галата, который, или Галата, как там правильно его фамилия называется, или выговаривается. Они ведут очень на высококвалифицированное обучение, высококомпетентное, коучинг, тренинг, там все методы применяются и обеспечивают, скажем, конечный результат. Там даже такие, ну скажем, уже зубры командной работы и сетевой работы, как Григорий Мирошниченко, Григорий Михайлович, потом еще другие. Ну вот он самый такой зубр, да, в окончании сказали, что да, думали, что будет что-то, а тут ого-го, что было. Так что это очень важно, и это только начало на российской территории, в российских, как бы, ну скажем, регионах. Дальше больше ждите сообщений осенью, или вернее ближе к осени будет снова целый ряд обучений, и, как правило, к конференциям будет тоже приурачиваться обучение. Таким образом, давайте тогда пойдем дальше. Что еще? Ну вот, пожалуй, об Краснодаре все, начнем по очереди. Заключения соображения, связанные с тем, что, вот я не знаю, видно или не видно, видно, наверное, здесь на ВКонтактах тоже на экране, по различным вопросам. Ну вот, первое, хотелось бы повторить, я повторюсь, значит, что новый период начался, и я считаю, что эти три месяца, ну практически май месяц уже на выкате, на закате вернее, остался июнь-июль, ну по часть, одна десятая часть, даже уже меньше, ну практически май кончился, это июнь-июль и август до, если взять, до Экофеста два месяца, чуть больше, чем два месяца, до Инотранса, который будет с 18 по 20 сентября в Берлине, до него осталось чуть больше. В этот период может много что произойти, как вариант, что какие-то или все периоды и переходы на этапы 13, 14, 15 произойдут. Может быть, произойдет следующий переход через 13 на 14 и тогда завершающий. Я это не исключаю. Вот, еще раз, от чего это зависит? От зависит от инвестиций. Вы все знаете, что на каждый этап заложены инвестиции 25 миллионов. Я сейчас не буду повторять, сколько заложено для этого залоговых акций. Вот, самое важное знать, что на каждый этап заложено 25 миллионов. И сегодня практика и расчет показывают, что наша задача в соответствии с бизнес-планом более-менее придерживаться этого графика. И этих сумм или этой динамики инвестирования, позже я поясню почему. Но здесь могу сказать только одно, что независимо от того, как у нас сейчас пойдет процесс сертификации высокоскоростного транспорта. Вот, но надо еще себе представлять, что есть еще решение, которого тоже не было в бизнес-плане, но его мы не будем финансировать. Это суперскоростной транспорт, это выше 500 километров в час скорость. И, скорее всего, эта нагрузка ляжет уже, слава богу, на Арабские Эмираты, то есть на арабских инвесторов. Хотя разные варианты еще возможны. Это тоже одна из тем, почему досконально пока нельзя и нет возможности говорить об каких-то более конкретных решениях. Но важно знать, что все в процессе. Фиксация новых изделий, вот это к этому и относится. И в рамках проекта Skyway есть еще целый ряд. Ну, например, Анатолий Эдуардович сейчас и наша головная компания, или, вернее, заостроенные технологии отрабатывают. С одной стороны, навело на это невозможность высокоскоростной транспорт пока сертифицировать, потому что нет трассы за пределы экотехнопарка. Но в рамках трассы, которая существует для экотехнопарки, вполне можно начинать сертификацию высокоскоростного юнибуса семейного, скажем так. Который позволит это от 6-8 человек со скоростью, будет предусмотрена скорость до 500 километров. И его первоначальные стадии, то есть изготовили, поставили на трассу и на 1,2 километра на этом отрезке вполне можно начинать первые фазы сертификации и подготовки, прогонки, его отладки и так далее. То есть время не стоит, и это тоже очень важно. Есть еще другие новые изделия, о которых вы узнаете и услышите на Экофесте. Не буду брать в свои руки эту почетную честь, чтобы вам это все докладывать. Первичное описание первого пилотного проекта. Это очень важно. В этот период сейчас осуществляется, уже на разных стадиях находится. Это концепция расписанная многих адресных проектов или первичных пилотных проектов. Бизнес-планы, финансовые планы или планы финансирования, белая страница и голубая страница или голубой лист. Потому что практически все первые пилотные проекты будут финансироваться за счет крипторазмещений ICO. И это очень важно, чтобы всем было ясно, что в любом случае эти размещения связаны с основной технологией. Потому что всякий адресный проект это вода на мельницу поступления, прибыли или дохода и прибыли соответственно от строительства, тире от эксплуатации любого адресного проекта построенного или проекта построенного по технологии Skyway. То есть это транспортные трассы и другие решения, связанные с этой технологией. И это очень важно. Эти первичные есть сейчас, за что я могу точно сказать, что идет так называемое. И это без чего-либо пока финансирование. Это абсолютно на личных инвестициях. Подготовительная фаза. По адресным проектам мы с вами знаем, что такое подготовительная фаза. Это инициирующая группа делает это все на свой страх и риск. И это мы сейчас делаем в Латвии, в Эстонии и в Финляндии. Естественно это делается, но несколько на других основаниях делается и в Индии, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну и естественно наши первооткрыватели в Австралии тоже этим занимаются. Есть в Европе еще некоторые места, где эта стадия есть в работе. Организационные правовые подготовки для обеспечения строительства адресных проектов. Здесь надо понимать еще и то, что каждый проект, вот смотрите, чтобы, возьмем хотя бы те же самые Объединенные Арабские Эмираты. Ведь там в первую очередь надо было определиться, какая консультационная или консалтинговая лицензированная компания этой страны имеет право или лицензирована и может вести или курировать, скажем, поддерживать проект, который там начинает. То же самое в любой другой стране, там несколько мягче, но тем не менее надо найти всегда и юридическое, и организационное обеспечение, и поддержку. И это очень важно. Каждый проект это требует делать. Закладка прибыли в проекты. Что это такое и почему очень важна закладка прибыли в проекты, за счет чего она делает? Получение прибыли от всех проектов Объединенных Арабских Эмиратов. Это вода на нашу мельницу, это поступает прибыль, она поступает в ЗАО, вернее поступает в Global Transport Investment. И это есть источник накопления прибыли, которая будет влиять или из которой будут рассчитываться дивиденды. Из Австралии, то есть также из Скандинавии, Индонезии, Индии. Получение прибыли от размещения на ICO, это отдельная история. На ICO вполне могут быть получены прибыли, которые как бы за счет самого размещения. Это не от технологии, не прямо от технологии, а косвенно. Но они позволят решать целый ряд наших задач и в первую очередь задачи, скажем, обратного выкупа или, скажем, возврата некоторых, кому прижало, возврата акций, обратного выкупа. Фирма может начать это организовывать. И вот поэтому здесь вторым пунктом есть как раз такой момент, как формирование фонда для выкупа обязательств, акций. И в прошлый раз уже я в записи говорил, что задержки в реестр, занесения в реестр сейчас происходят, к сожалению, ну или вернее это реальность. Это тоже связано с тем, что идет подготовка переформатирования, идет процесс переформатирования занесений и, скажем так, усиление процедуры занесения. Тем более, что в Европе сейчас с 25-го, то есть с завтрашнего дня вводится новый порядок обеспечения информационной защиты прав и информации частных лиц. И это требует тоже очень многих перестроек. Вот, это очень важный момент и с этим тоже надо считаться. Вот, и на первом, первый блок, что я хочу вам еще сказать, это то, что все заявления от Анатолия Дарвича, еще сегодня у нас было тоже такое оперативное быстрое совещание правления Кэпитала и Анатолия Дарвича, или вернее общего совета всего зала струнной технологии Анатолия Дарвича и Кэпитал мы недолго совещались. И еще раз было заявлено, что, к сожалению, или реальность такова, пока нет возможности открывать все основные моменты, которые наработаны на сегодняшний день. Поэтому начинать чего-то и не договаривать, это лучше ничего не говорить до Экофеста. И есть основания полагать, что все основные интересные и важные моменты для нас, для инвесторов, будут на Экофесте или непосредственно перед Экофестом и в процессе Экофеста будут сказаны. Тем более, что Экофест это такое, ну, очень мощное мероприятие, которое важно, которое очень важно знать. Вот, теперь, значит, здесь есть о возможностях выкупа акций, залога и завершения сертификации мы должны финансировать сами. Тут вот на слайде, который у меня в Мирополисе этого нету, но на слайде в ВКонтактах он есть. Поэтому это тоже важные моменты, дорогие друзья. И какие возможности выкупа акций, залога? Это в первую очередь связано с первыми размещениями ICO, других источников прибыли, которая позволила бы нам ее направить на, скажем так, на определенный выкуп, определенного количества доли или акций. Нету, только ICO. Вот, это возможность. Теперь, я сейчас немножко остановлюсь еще на этой возможности, на расчетах и на восприятии, что это такое. И завершение сертификации мы должны финансировать сами. То есть, нам особо, это, я возвращаюсь обратно вот сюда, к самому началу, где переходы на этапы, да. В какой-то степени это и хорошо, в какой-то степени или успокаивает, что еще есть возможность нам воспользоваться и получить акции основной технологии или войти, вот, воспользоваться теми хорошими, хорошими залогами на акции, которые сейчас есть до конца 15 этапа. Но, с другой стороны, это, естественно, возлагает на нас ответственность, что нам на крупных инвесторов сильно не приходится здесь рассчитывать. Хотя, как только начнутся размещения ICO, они, скорее всего, будут готовы, подготовлены к концу августа, началу сентября. Вот, то процесс может очень динамично пойти в гору, как говорят в народе, да. Поэтому здесь очень важно, важно на это, это учитывать, и это связано с тем, как быстро мы 13-й, 14-й, 15-й этап пройдем. Но я, ну, с достаточной долей уверенности могу вам сказать, что в этом году мы в любом случае их мы завершим. И, я думаю, так, что недолго после, если не до Инотранса. Вот, и поэтому завершение сертификации, но вот единственное здесь может приостановить то, что сегодня я не имею права вам сказать, какие решения есть по высокоскоростному участку, но вот промежуточные решения принимаются. И когда будут уже подписаны документы на какие-то там другие решения, да, то вы об этом узнаете. Процесс идет одним словом, это важно. И это важно знать, дорогие друзья. Теперь процессы. Какие процессы у нас вообще идут? Значит, это очень, очень важно сейчас знать, вот, что у нас тут есть. И поэтому давайте пройдемся по ним, потому что многие иногда не понимают или не осознают, думают, ну вот, одна сертификация. Нет, дорогие друзья, строительство экотехнопарка – это не сертификация еще. Это просто физическое строительство экотехнопарка. Там есть целый ряд других вопросов, которые напрямую с сертификацией и не связаны. То есть вагоны не бегают, трассу никто не трогает, а замеры надо делать, экологическую обстановку постоянно надо мониторить, надо обустраивать саму территорию и так далее, и так далее. Поэтому это строительство идет и сдача в эксплуатацию, она грядет, но она синхронно связана с процессами сертификации всех видов транспорта, которые возможно будет делать именно на этой площадке. И это тоже идет процесс, потому что еще есть целый ряд транспортных средств, которые требуют сертификации. Требуется отработка технологий строительства, которая тоже видит разработка и апробация технологий строительства и отладки транспортных систем. Это тоже процесс, который идет, он прямо не виден, но он связан и с производственной территорией, с производствами, которые мы основали, которые мы поставили, закупили оборудование, оборудование работает и так далее. То есть отрабатывается технологий строительства. Параллельно это процесс тоже, он чуть ниже здесь показан, но он идет, то есть разработка и апробация технологий строительства и отладки транспортных систем. Потому что не тогда, когда мы построим какую-то трассу, надо об этом думать. Сегодня надо об этом это разработать, расписать, протоколировать и так далее. Переговоры о организационно-правовой проработке пилотных проектов. Я уже об этом говорил, они ведутся и нарастает объем. Сегодня уже Юницкий Анатолий Гвардорович говорит, что нам уже нужно порядка 600-650. Уже есть там всех вместе с производственными и так далее человек, но этот объем будет расти. И вот это не все на нашей шее все это будет, потому что часть специалистов будет на проектах, которые связаны непосредственно с проектами Объединенных Арабских Эмиратов, другими адресными проектами. Но ведущие специалисты все равно будут привлекаться из-за островных технологий. Еще какой процесс инвестиционного обеспечения проекта. То, чем мы с вами занимаемся, это тоже процесс. Он параллельно идет тем верхним процессам, которые я здесь показывал вам. Вот эти проекты. То есть это тоже процесс. И вполне можно, я мог бы их нарисовать просто вот такие линии. Раз, два, три, четыре, пять. Это параллельно идущие процессы, они на разной временной фазе, временной стадии находятся. Но они параллельно идут, и это надо учитывать, что это происходит. Далее идет информационное обеспечение проекта. Что такое информационное обеспечение проекта? Это обработка информации, это видеоролики, это масса переводных материалов, это масса, значит, все, что необходимо для инвесторов, все, что необходимо знать. Я уже не говорю о том, что масса документов должны быть оформлены в соответствии со стандартами, требованиями и так далее. Должна быть выстроена система ISO 9001, то есть 14001 и так далее, которые говорят о том, что организация, которая занимается планированием, которая занимается разработкой строительством эко-технопарка, она имеет сертификаты и она соответствует международным требованиям. Когда потом мы пойдем в ту же самую объединенные Арабские Эмираты и будем ходатайствовать о том, чтобы министерство, например, строительство, допустим, или чтобы было получено разрешение на проектирование и начало строительства впоследствии, и вдруг выяснится, что у них там не было лицензии, они вообще там не имели доступа к таким работам. Это все, это конец, это фиаско, мощный фиаско, это колоссальные потери средств, это недополученные прибыли, если не сказать, что это еще убытки будут. То есть это все параллельно надо сегодня четко делать, дорогие друзья, и поэтому это очень важно представлять, что этот процесс тоже учитывать. Теперь проектирование на развитие и на обеспечение решений пилотных адресных проектов. Значит, обеспечение пилотных решений, пилотных адресных проектов – это очень важные проектные работы, и это тоже процесс ведется. Это параллельно надо от основных проектных работ людей отвлекать и так далее. Разработка платформы Transnet на основе технологий блокчейн – это работа ведется, это тоже параллельный процесс, который увязывается со всем остальным потоком деятельности. Это и учет, и управление, обеспечение. То есть это все на базе технологии блокчейн криптуется, то есть принимается система обеспечения безопасности и надежности системы, которую мы вот саму технологию транспорта, развития транспорта принимаем. И плюс еще, кроме того, это так называемые инвестиционные решения, которые тоже будут на основе этой технологии. Это разработка, мощная разработка, мы о ней показывали, я в процессе, если будет время, еще раз остановлюсь на ней. Создание системы комплекса – это опять процесс комплекса обеспечения проектов строительства адресных проектов. Или, ну, строительства, или адресных проектов, скажем так. Вернемся немножко потом к адресным проектам. Сейчас я просто огульно скажу, что это строительство и проектов строительства. Это адресные проекты практически. Создание кадрового резерва для внедрения технологий сковей, строительства и эксплуатации. То есть надо и строительство, и эксплуатацию обеспечить. И это тоже очень мощнейший процесс, который мы только-только сейчас начинаем. И надеяться на то, что университеты, или институты, или кто-то выбросит там этих специалистов – это нонсенс, дорогие друзья. Поэтому это все надо делать самим. Иначе трасса будет стоять, или будет неэффективно, или небережно использоваться, и это опять убытки. А нам они неинтересны. Поэтому это все очень важно. Тут есть вопрос интересный от Андрея. Будет выкуп акции в какую цену? Сейчас мы, Андрей, Геннадий поговорим, в какую цену будет выкуп акции и когда он будет. А как насчет внутренней биржи, разве не об этом вы говорили в 16-17 годах бабушки с системой ICO не справятся? Нет, вы понимаете, им и не надо бабушкам идти в систему ICO, дорогие друзья. Система ICO даст средства, на которые у бабушек, если это будут бабушки, а может быть это не бабушки, у которых надо просто обеспечить или дать им возможность социально реализовать те акции, которые они приобрели, или какую-то долю из них. Но средства нужны, и для этого нужно ICO. Понятно, да? Внутреннюю биржу мы говорили в 2016-2017 году, потому что мы не предполагали, что мы будем использовать крипторешения. Поэтому мы развиваемся в процессе. И вот в этом плане надо четко понимать, Андрей, что ICO это не то место, где бабушка будет продавать свои акции. Пардон, я извиняюсь, да. ICO это так называемое мероприятие или же комплекс крипторешений на адресный проект. У бабушки нет акции адресного проекта. Решение проведения ICO даст возможность, когда, не если, а когда, будет средств, поступит в проект больше. И это будет прибыль проекта на стадии предложений и реализации токенов этого адресного проекта. И эти средства могут быть использованы как средства для выкупа акций в технологии. Но там возникает целый ряд других юридических вопросов, которые по всей вероятности можно решить. Но сегодня можно сказать огульно, что это могут быть реальные средства, которые по всей вероятности юридически можно использовать для выкупа. Других средств у нас нет. Понятно, да? Вот, и поэтому не надо этим бабушкам туда в эти ICO лезть, если они не хотят. А с другой стороны, почему бы и нет, кстати. Вот, таким образом, немножко тогда о том, что у нас с вами. Так, а что у нас здесь? Так, здесь у нас вебинарная комната не слушается. Теперь видно, да? Вконтакте, смотрите. Значит, всем ясно, что одна акция это один доллар. Ясно, да? Будут выкупы акций. Вот, Геннадий, смотрите, в какую цену. Как раз я это подготовил. Значит, кредитовал, инвестировал. Один доллар инвестиций, получил залог в сто акций. То есть, сто долларов, один доллар инвестиций, залог. А расчетная стоимость сколько? Один, кома, ноль, один. Так ведь? Так. Теперь дальше смотрим. Сейчас я тут посмотрю немножко. Ну, видно. Не видно. Там ноль, кома, ноль, один в конце. Значит, если человек или бабушка инвестировала тысячу долларов, получила сто тысяч акций. Это на десятом этапе, дорогие друзья. Я не говорю о девятом, о восьмом, о седьмом и так далее. На более близком. Вот. Я уже не говорю о пятом, о четвертом, о втором. Да? Там тоже бабушки инвестировали. Там эти цифры в сотни раз меньше. Вот. Учетная стоимость или расчетная стоимость одной инвестированного доллара, да? Вернее, одной акции, пардон. Вот. Поэтому, если она десять тысяч, то, соответственно, инвестировала получила один миллион акций, то есть, эквивалент один миллион долларов. Теперь. Варианты для осмысления или осмысливания. Предлагаю свои залоговые акции или бабушка предлагает свои залоговые акции на выкуп, например, одна акция за 15 центов или, ну да, за 15 центов, 1,5 доллара, 0, ну да, 15 центов, скажем так, здесь один, 10 центов, здесь 15 центов. Вот. Тогда она может за 15 миллионов. Здесь она за, значит, за 10 тысяч уже у нее есть прибыль 5 тысяч. А если она раньше это делала, то там разница больше. Там может быть 10 тысяч будет, то дальше, на следующем этапе или сегодня можно таким образом это сделать. На 13 этапе 1 доллар инвестиций фактически будет таким образом обходиться. То есть, это чтобы миллион акций приобрести за 22 тысячи. Но, соответственно, можно будет и продать миллион акций за 22 тысячи. А если реальная себестоимость была 10 тысяч 1 миллиона акций, понятно, да? Это уже 12 тысяч. То есть, больше 120 процентов прибыли. Вот. На 14 этапе еще интереснее, еще интереснее и так далее. То есть, фактически, видите, здесь вариант от 10 тысяч до 22 тысяч, это уже 12 тысяч на вар. Это о чем говорит? Три вывода здесь можно сделать. Или, скажем, ряд выводов, правильнее сказать так. Первый. То, что сегодня, или, скажем так, бабуля, которая инвестировала и, мягко выражая, села и ждет, когда, ну, нет у нее больше возможностей, как вы тут задаете вопрос. Ждет, когда будет и посмотрит, как ее реализовать. Но реализовать можно будет и расчеты, вот отсюда можно отталкиваться. То есть, от реальных дисконтов этих этапов. Понятно, да? То есть, другой основы нет у нас до завершения 15 этапов. А по всей вероятности, вполне реально, как вы там уже сказали, что в 16-17 году я говорил. Да, говорил. Все мы говорили. И сегодня повторю, что есть возможность и еще до завершения 15 этапов получить средства из прибыли, повторюсь, для того, чтобы осуществлять обратный выкуп от тех, кто кого уже прижал в бабушек. Я не унижаю бабушек, уважаемая Таисия Смилович. Просто о бабушке было сказано, поэтому я, может быть, прошу прощения, если я кого-то унижал. Поэтому вот такие дела. Поэтому тут не бабушки. Скорее всего, бабушки самые основные инвесторы, я хочу сказать. Я вас, Таисия, Павел, вполне поддерживаю. Потому что, например, когда Таллине, говорю только за то, что я сам знаю, основные инвесторы на всех предварительных этапах наиболее ясно поняли этот проект как раз именно пенсионеры, да, этой бабушки и дедушки, люди, которым уже за 60, понимаете. Потом начали подтягиваться более молодые инвесторы, потому что они врубились в это дело. Да, естественно, там родственники кто-то там прижимает, поэтому, ну, ничего страшного. Такая возможность будет, дорогие друзья, и я ее не исключаю. Теперь, что там у нас еще есть с вами? У нас есть вопрос, значит, обучения. Давайте сейчас мы его немножко проскочим. Я посмотрю. Вот вернемся обратно. Зачем нам поговорим немножко о том, что механизм источники накопления прибыли для дивидендов и адресные проекты. Я собирался об адресных проектах в конце говорить, но вот смотрю, что сейчас о них надо поговорить. Вот. И давайте посмотрим, что это такое. Сейчас, одну минутку я настрою здесь. Себинарная комната. Адресные проекты. Что такое адресный проект? Ну, в первую очередь, адресный проект – это строительный проект строительства определенной транспортной структуры, решение транспортных задач, не проблем, а задач, которые прямо или косвенно решают существующие или возможные возникшие в будущем возникающие транспортные проблемы. Я вам скажу, транспортных проблем просто масса. Невозможно уже двигаться по Европе. Не буду сейчас отвлекать ваше внимание. Мог бы рассказывать вам минут 15, как мы из Краснодара или, как я, из Краснодара добирался домой в Таллин. На самолетах, кстати, на 24 часа позже, чем предполагалось, прилетел. Хотя все билеты, все было. Вот. Это только самолеты так обеспечивают, и дай бог, чтобы они безопасно летали. Самолет, который за нами прилетел, врубилась мощная большая птица, и он уже не подлежал больше эксплуатации. Ну-ка, он требовал уже основательного ремонта. Вот. И так далее. Поэтому безопасность очень важна в транспорте. И возвращаясь к адресным проектам, это, естественно, в первую очередь проекты, которые, ну, позволяют, они так названы. Это строители, это обычный строительный проект, направленный на возведение, бери, проектировку, возведение транспортной структуры, которая решает вот соответствующие задачи, транспортные задачи. Адресный, потому что он конкретно привязан к точке А, к точке Б, или А, Б, С, Д, в зависимости от структуры трассы, от задач, которые решают и так далее. Вот. Это адресный проект. Вот что мы под адресным проектом понимаем в смысле технологий Skyway. Адресным проектом в технологии Skyway является, первым адресным проектом является строительство экотехнопарка. Это тоже адресный проект, он комплексный адресный проект. Это, скажем так, это целый комплекс задач, которые там надо было выполнять. И его, как бы, завершающим результатом является сдача эксплуатацию экотехнопарка и сертификация основных видов транспорта по технологии Skyway действующего. Это городской транспорт, это грузовой транспорт, высокоскоростной. И добавился, замечу, в процессе нашей работы с 2015 года, с июня вернее месяца, добавился еще и легкий городской транспорт. А сейчас, по всей вероятности, добавится еще и сверхскоростной вид транспорта. Но вопрос в том, что он, скорее всего, будет не в рамках проекта экотехнопарка, он будет отдельно от него стоять, и поэтому это отдельный проект. Но тоже адресный проект, поэтому вот это адресный проект. Причем у адресного проекта есть, как бы, ну, два результата. Первый, или две прибыли у каждого адресного как минимум есть. Первая прибыль, на которую мы имеем право и можем рассчитывать, это прибыль от строительства. И это не очень большая прибыль, потому что здесь надо понимать, что закладывать на стадии строительства большую прибыль, это значит, ну, скажем, ухудшать финансовые показатели проекта, результаты его окупаемости. Но, тем не менее, эта прибыль будет закладываться, это реально, иначе процессы развития не идут, если нет. Прибыли заложены, и она, ну, в бизнес-плане будет заложена, ну, определенная прибыль будет заложена. Я бы заложил от 8 до 15 процентов, не более. А в некоторых местах и выше. Вот. Есть территории, где можно закладывать и выше, потому что там условия другие, там экономика другая, и там можно 25 и 30 процентов закладывать. Но это отдельная история, я сейчас не буду говорить об этом, чтобы не увести вас всем разговором. Есть другая прибыль, которая является так называемой для нас пассивной прибылью. Проект построили, прибыль получили, и теперь мы начинаем получать через GTI, видите, да, через GTI, Global Transport Investment, начинаем получать прибыль от проектов, их эксплуатации. И это тоже источник накопления прибыли на дивиденды и распределение потом в эти две компании, Евразин Рейлс Кавиа Систем Холдинг и Евразин Рейлс Кавиа Систем Холдинг 2. Что является, откровенно говоря, для нас, ну, для нас источником дивидендов, для акционеров, которые участвовали и получили, которые участвовали в инвестициях или кредитовании экотехнопарка, но тем самым сели в вагон, который будет пользоваться дивидендами от всех будущих проектов. Те же, кто этого не успеют или не успели сделать, они будут получать, если они будут участвовать или когда они будут участвовать в конкретном проекте, ну, например, строительство трассы от Санкт-Петербурга до Таллина, так, в инвестиции этого проекта. У него, по всей вероятности, будет размещение крипторазмещения, то есть токенизация этого проекта, это один источник, и у него будет и размещение акций, то есть там у этого проекта будут и акции, вот. И поэтому это тоже интересный проект, но с него, с этого проекта, вот он, X будет, с него будет только дивиденды этого проекта, только тем акционерам, которые там поучаствовали в этом проекте. Они уже не успели здесь поучаствовать. Да, они могут потом купить акции на бирже, если кто-то из этих акционеров будет их продавать. Вот и все. Поэтому они тоже будут получать точно так же, как и здесь. Здесь А прибыль, это прибыль от строительства и Б прибыль, или в результате строительства и Б прибыль, которая прибыль будет идти от эксплуатации трассы в зависимости от того, как проект будет построен, его финансирование и впоследствии получения выгод с этого проекта. То есть, поэтому это все очень важно учитывать, когда мы... Да, я потом отвечу. Там есть вопросы. Вот. Значит, Таисия Смолевич. Я тоже хочу участвовать и дальше. Конечно, с Бога ради, Таисия, уважаемая Таисия, конечно, и будете участвовать. Для этого и обучения будут, будут разъяснения, можно делать и так называемое коллективное участие. Так что возможности будут и в первую очередь, вот вы услышите, значит, и было обещано и это выполнится, что инвесторы, которые входили и входят до 15 этапа в головную технологию или в строительство экотехнопарка, они будут иметь привилегии или преференции, как теперь принято говорить, для того, чтобы участвовать и войти в какое-то ICO, и в первую очередь в то, что будет происходить с самой площадкой. Вот в ICO, которое проводится будет или не ICO, а подготовка, ход создания платформы Transnet. А дальше это даст возможность участвовать уже в адресных проектах. Вот здесь адресный проект 1, адресный проект 2 и так далее. Вот, поэтому такие возможности, дорогие друзья, будут и это очень важно. Теперь еще раз об поддержке и обеспечении. Смотрите, я повторю и здесь, я уже неоднократно говорил, но сейчас я еще раз покажу вам. Сейчас я здесь настрою опять. Вернусь обратно. Значит, что у нас здесь есть? Мы уже говорили, что Capital, он реорганизуется постепенно, шаг за шагом. Это не так, что вот завтрашний день это Всемирный фонд Экопланета или как он там будет называться. У него будут региональные фонды и так далее. Зачем это делается? Это делается в первую очередь, чтобы, значит, развести различные функции. И Capital сегодня не имеет права, у него просто средств нету, вести всю эту работу. Это все надо делать в рамках фонда, потому что Capital сегодня берет, он ведет основную деятельность, это платформа или площадка для проведения, с одной стороны, инвестиций от инвесторов в проект, в ЗАО «Струнные технологии», а с другой стороны, обеспечение этому инвестору, чтобы на его имя поступили своевременно положенное количество залоговых акций, и они зафиксировались на полке реестра компаний. Евразия НРЭЛСКОВИСИСИНСХОЛДИНГ, ХОЛДИНГ 2. Но возвращаемся обратно. Что надо делать? Цель подготовки адресных проектов. Зачем их? Их надо подготавливать. Сегодня кто-то постучался в ЗАО «Струнные технологии», делайте нам проект, да, начинаем делать. А людей уже там не хватает. Поэтому, создавая Всемирный фонд, создавая систему его финансирования, мы обязаны создать. Почему мы это обязаны? Потому что мы сегодня вкладываемся в основной проект, в основную технологию, и мы не можем надеяться, что дядя или кто-то это сделает. Понимаете? Это мы сами должны сделать. Никто не сделает. Кто-то скажет, и мне уже раз кое-кто говорил, что да, ну смотрите, вот в Объединенных Арабских Эмиратах там есть одни, там в Австралии есть у нас Родхук. Да, но в первую очередь, в какую сторону повернуто лицо Родофука? При всем моем его уважении к нему, естественно, он будет отстаивать, и будет отстаивать, не он, а Анатолий Дарьевич будет отстаивать интересы Global Transport Investment, а Родхук будет смотреть. Все равно в любом проекте будет смотреть в сторону того, что получит его структура. Понимаете? Вот. И поэтому, если мы будем инициировать адресный проект, то этим лицом будем мы, а не Родхук. Понятно, да? Так, примитивно я объяснил, не вдаваясь в подробности. То же самое, дорогие друзья, и Центр инженерно-технического обеспечения и обслуживания адресных проектов. Это целый комплекс структур, которые надо сделать. Но начинать надо с маленькой структуры. Центр инженерно-технического обеспечения. Это все те компетенции, которые сейчас нарабатываются и будут наработаны в производстве зао-струнных технологий, то есть в нашем производстве. Это все нужно передавать по регионам и так далее. Там обеспечивать, чтобы все трассы бережливо строились, все транспортные структуры подготовились бы к эксплуатации и эксплуатация верлась бы бережно. А для этого нужны, естественно, кадры. Центр подготовки кадров. А это все базируется на адресных проектах, на их подготовке. Ну и еще, как вот уже там меня спрашивали, я уже ответил, что смотрите, а Центр кооперации инвесторов. Для того, чтобы участвовать в Таисии Смолевиче в адресном проекте или в ICO, конечно, нужен Центр кооперации инвесторов, массу информации. Там что-то услышал, что нет, это не работает, не будет работать, не успеет. Поэтому будет выдаваться комплексная информация, то есть он тоже должен работать. Поэтому это все очень важно. Сегодня капиталу ни средств, ни людей на это нет. Понимаете, да, все средства идут на строительство и на экотехнопарк. Поэтому это очень важно. И капитал в целом, он реорганизуется, он перерастет в ближайшем будущем. Вот здесь уходит все время эта функция. Он в первую очередь перерастет в Центр народного финансирования адресных проектов и развития Skyway. Вот где, вот что с этого будет. И у него или вместе с ним будет сотрудничать Центр адресных ICO. Это отдельная группа или что это будет, не важно. Я все назвал Центрами. И это напрямую будет функционировать и сотрудничать с GTI, Global Transport Investment. То есть технологий Skyway, он нам владелец. И глобально будет осуществлять, осуществляет и будет дальше осуществлять глобальное управление процессом развития адресных проектов. Или реализация адресных проектов, извиняюсь. И вот здесь он будет это делать. Сотрудничать с этими двумя финансовыми центрами, условно говоря. И обеспечивать их деятельность, в свою очередь, естественно, будут различные структуры продвижения проектов на инвестиционные рынки по всей планете. Через, вот помните, там, да, были впереди, через региональные фонды. Различные системы и структуры накопления и продвижения финансов. Это и банки, и различные биржи. Какие-то структуры отсюда должны работать. Различные структуры поддержки проектов фонда. Будут у самого фонда, будут у самого фонда, будут тоже свои, свои различные проекты у всемирного фонда. Тут будут отдельные структуры и так далее. То есть это все тоже и центр подготовки адресных проектов. Без него никуда нам не деться. Вот он здесь, этот центр подготовки адресных проектов, да. Центр подготовки адресных проектов. Он будет очень важным. Этот центр, это так называемый наш собственный родхук. Или наш собственный какой-то эмир, который есть сейчас, условно говоря, в Арабских Эмиратах. Понятно, да, для чего это нам надо. То есть это очень важный момент, дорогие друзья. Вот, поэтому я повторяю здесь. И теперь к обучению. Упрощенная схема. Значит, смотрите, зачем нужно нам обучение. Входной модуль. Сегодня каждый глаголит то, что он усвоил, или как он умеет это дело глаголить. В ближайшее время рассказывать про Skyway публично будет запрещено тем, кто не прошли входной модуль. То есть, что он будет в себя включать. Особенности проекта, ориентация в социуме, системные навыки, общая база по технологии Skyway, эко-решения, отношения друг с другом и в организациях, с партнерами, позиция, ноосфера. То есть, масса вопросов, личностный рост. Это плюс входной модуль, модуль, личностный рост. Тогда можно только выйти на уровень профессионального выбора, связанного всего с адресными проектами. Там раз, два, три, четыре направления. И только тогда можно туда попасть, пройдя вот эту предварительную подготовку. И далее, мы видим с вами, что существует направление один, два, три, четыре. Это как вариант. И три ступени обучения, на выходе с которых можно получать соответствующие удостоверения, сертификат и так далее. Даже степень. Первое направление. Маркетинг адресных проектов и построение команды. Первое направление. Второе направление. Инициация адресных проектов и основу финансирования. ICO, не ICO, IPO и так далее. Второе, третье направление. Это после того, как профессиональный выбор сделан, пройден базовое обучение. Направление. Это инженеры технического обеспечения адресных проектов. Эксплуатация систем транспортных. Тут надо будет смотреть, как их разделять. Четвертое, обеспечение бережливости и безопасности адресных проектов. Это и блокчейн, это и линпродакшн и все остальное. Это масса обучения. И в конечном итоге, к чему мы придем? Мы придем к тому, что люди смогут пройти обучение, выбрать какую ступень. Первую, начальную, вторую, третью. Получить соответствующее удостоверение, сертификат и оказаться в банке или так называемом кадровом резерве для начала. Может быть сразу участвовать в проекте. И это позволит нам вполне участвовать в кадровом резерве и снова уже входить в адресный проект специалистами. Это для нас мощнейший средств, всемирный, планетарный средств, где можно нам участвовать. От Вьетнама до Уругвая, если угодно. Геннадий, я готов продать часть своих акций, минимум 20 центов. Но вы не сможете сделать, пока не будет спроса на это. Понимаете, да? Андрей, почему в Кэпитале уже более пяти недель акции не придется? Я же объяснял вам головную кампанию, Андрей, что идет перестройка информационных файлов, идет накопление и форма изменена приема. И это требует в первую очередь перестройка системы обеспечения безопасности информации или персональных данных граждан, частных лиц в Европе. Есть ли у нас в России свой эмир? Сделаем эмира, Александр, не волнуйтесь. Вот, так, у нас сейчас уже иссякает, дорогие друзья, поэтому, значит, давайте сегодня мы... Да, я уже этого коснулся, да, всех основных вопросов я коснулся, остановился на обучении. Поэтому давайте тогда, сейчас я посмотрю, какие там были у меня вопросы в ВКонтакте, да. Вот, что там у нас есть. Да, примерный срок, есть вопрос, значит, там был, есть ли примерные сроки выхода на IPO. Вы знаете, значит, Дмитрий в ВКонтакте спрашивает, какие сроки, значит, выхода на IPO. Я уже об этом говорил, повторюсь здесь для всех. Что является сроком для выхода на IPO? Его не установить так, что вот нам захотелось там, или Анатолий Гарчевич захотелось. Единственное, что есть, у нас есть бизнес-план. По бизнес-плану предполагалось выход после 15 этапа, и после него требуется год, скажем так, как минимум, для того, чтобы выйти на IPO. Сегодня, трудно сказать, когда это, но я думаю так, что тоже не менее года потребует. Но у нас есть ускоритель, это ICO. И когда мы начнем реализовывать ICO успешно, успешно, то это будет очень мощным двигателем для того, чтобы подготавливать и более интенсивно выходить на IPO. Но я вот, мой прогноз, это мой личный, за что купил, за то продал, я уже неоднократно его говорил. Я думаю, что выхода раньше, чем к концу следующего года, не имеет смысл даже делать. Потому что я уже рассказывал здесь байку про то, что я участвовал в своей жизни в IPO на лондонской бирже. Не я лично, но наша группа компаний, мы участвовали, проект развития был в Эстонии большой. Он и сейчас развивается, этот проект прошел в разные стадии. И мы пытались в то время привлечь большие деньги на подготовку, выход IPO на IPO сделали. И получился большой пшик, который обошелся нам тогда на первой фазе полтора миллиона эстонских крон. Это, скажем так, 100 тысяч, но это было еще 2007 год. То есть почти 10, ну да, 11 лет назад. И плюс еще где-то примерно такая же сумма пришлось потом обратно выкупить то, что там, значит, на первых парах было продано. Вот, чтобы не было потом неприятностей. Поэтому здесь не надо спешить с IPO, дорогие друзья. А когда криптовалюту Skyway сделают? Вы знаете, не будет у Skyway криптовалюты, релиза нет, ворезник. Дело в том, что не у Skyway будет криптовалюта, и валюты не будет. Будут крипторешения. Криптовалюта это биткоин там, даккоин там или еще что-то. Это деньги. А у Skyway пока мы так думаем. Может быть, когда-то в будущем будет валюта, если на то будет необходимость и рациональность. Но в первую очередь мы видим, что будут токены адресных проектов и акции адресных проектов. Вот, или конкретных проектов. И вот эти токены, начиная, значит, в первую очередь сначала, как я уже показывал, смотрите, я просто вам еще раз просто покажу. Да, и здесь, и здесь. Значит, смотрите, одну минуточку. Вы в вебинарной комнате, я тогда вам покажу туда-обратно. Видите, да, что здесь у нас, и сейчас одну минутку я здесь тоже нашим коллегам покажу всем, что у нас существует такая вещь. Вот, синхронизируем. Видите, да? Что у нас существует? Вход в создание платформы Transnet. Это будут первые токены. Они будут токены платформы, и ими можно будет пользоваться при размещении уже создания токенов проекта первого, второго, третьего, десятого, двадцать пятого и так далее. Это так называемые базовые токены, юткор или крипторешения. Но это не валюта, поймите правильно. Вот. И то, что мы сейчас делаем, акционеры, которые инвестируют, они получат преимущественные различные, как бы, ну, интересы или, скажем, преференции или возможности, опционные возможности участия в этом деле. И вот одним из таких будет комбинированный пакет или комби-пакет, о котором вы в ближайшее время услышите. Вот. О котором уже немножко сказал, по всей вероятности, насколько я знаю, Сергей Сибиряков. Ну, и я, ваш покорный слуга, сегодня немножко приоткрыл здесь вам этот вопрос. Иван, не беги, впереди паровоза. Вот абсолютно правильно, впереди не надо бежать, поэтому развивайтесь, дорогие друзья, познавайте. Начинается, вот, все время начинается, уже май месяц, предполагалось, что это будет апрель месяц, уже май качается, да, обучение по криптовопросам, по блокчейн-технологии. Но, ребят, вот, ну, вы же понимаете, что это делается все из дополнительных средств. У нас всего 24 часа и так далее, и так далее. По будильнику, хотя реально у нас меньше времени. Вот. И поэтому просто не успеваем. Это не оправдание, ничего, просто поймите правильно. Но оно будет, потому что все зреет в свое время. И обучение начинается вот буквально, я думаю, что, ну, с июня месяца точно начнется. И это вы услышите уже на вебинаре Сергея Сидорякова и Алексея Суходоева. Вот. И это мощно готовится площадка, готовится материал и так далее. И тогда мы не будем задавать, будьте активны, участвуйте там, и мы не будем задавать, я не скажу, что глупых. Нет, вопросов не бывает глупых, просто вопросов, которые, ну, как бы повторяются из раза в раз. Вот. Мы развиваемся, система наша развивается, мы сами развиваемся. Кто не задает вопросов, тот не растет, не развивается. Поэтому, дорогие друзья, будьте бдительны, вот, познавайте, задавайте вопросы. И так будем двигаться вперед. Я вас благодарю всех и здесь, и в ВКонтакте. Надеюсь, что что-то я смог до вас довести. Так, когда будет конкретика, Экофест? Да, Экофест будет, будет, кто там, Долгов Александр задает вопрос, когда будет конкретика. На Экофесте я уже говорил, вы, Александра, наверное, не слышали, в самом начале или не были, пришли чуть позже. Это самое, это самый крайний. Если будет что-то до, то узнаете, услышите и так далее. Но, скажите, пожалуйста, ведь я тоже много чего вам конкретного сегодня сказал. Правда, это мои рассуждения, мои размышления, но тоже. Не обессудьте, как говорят в народе. Еще раз благодарю вас. Желаю всем доброго здоровья. Берегите себя, своих близких. Строй скорей, спасай планету. А это делать, дорогие друзья, нужно. На эту тему мы тоже в ближайшее время, наверное, поговорим, когда будет время и возможности. Следующий вебинар будет здесь, в этом же самом пространстве интернетном, на котором сегодня мы и в ВКонтакте, и в Метрополисе. Всех благ, всего вам самого доброго. Продолжение следует...